Всем доброго времени суток. Давно положил глаз на этот мини-компьютер и вот наконец он попал ко мне в руки. Вместе с ним закупил и блок питания, и радиаторы, а также и корпус, чтобы все было укомплектовано. В общем, все ссылки на все, что в выпуске и на другие мои ресурсы, как всегда, в описании. Этот мини-пк был приобретен для других целей. Естественно, не только мультимедийную приставку, из него можно сделать. А вот если вы хотите продолжение выпусков с ним, пишите в комментариях, ставьте лайки, чтобы я понял, что вам это интересно. А кто не подписан на канал, советую сделать это и нажать на колокольчик. Этим я буду стимулирован на дальнейшее развитие. И теперь об устройстве. В нем браткомовский процессор Cortex-A53 на 8 ядер, 64-битная обработка и частота в 1,4 ГГц. Оперативной памяти тут 1 ГБ на DDR2. Встроенной памяти нет вообще. Просто вставляете в microSD карту необходимого вам объема. Желательно брать 10 класса, чтобы ничего не тормозило. Также в нем встроенный Wi-Fi адаптер, работающий с сигналами 2.4 и 5 Гц. Bluetooth версии 4.2, интернет-порт на 300 Мбит, 4 USB порта версии 2.0, также 4-х полюсный стерео-выход и композитный видео-порт. Ну и полноценный HDMI порт для вывода изображений и microUSB порт для питания самого устройства. Кстати, советуется брать на 5 Вольт и 3 Ампера. Для начала зайдем на официальный сайт Raspberry и скачаем оттуда NOOPS, удобным для вас способом. Затем форматируем microSD карту или самой операционной системой, в моем случае Windows 10, или воспользуемся программой SD-формат. Ну и разархивируем содержимое скачанного архива прямо в корень уже отформатированной нами ранее SD-карту. Эта операционная система при первом запуске будет устанавливаться и для этого потребуется немного времени. Вот так выглядит уже в запущенном виде. Это, как вы, наверное, уже поняли, есть Linux, и разработчики потребились добавить сюда языки. Что нужно сделать в первую очередь сразу после переключения на русский язык, это запустить командную строку. В ней прописываем следующие значения sudo raspi config. Затем переходим в седьмой раздел и выбираем A1. Тем самым говорим операционной, чтобы она использовала все пространство SD-карты, тогда нефатки памяти и зависания не будет. Затем снова набираем ту же команду или просто опять в седьмой раздел и уже жмем на A3 и значение, которое стоит, меняем на 160. Это для графической подсистемы именно такой минимальный объем памяти нужен для GPU, чтобы запускать Full HD видео. Можно как командами, так и через настройки проверить наличие обновлений и обновиться, если это возможно. По умолчанию уже установлены некоторые программы и игры, есть браузер Chrome, и им также удобно пользоваться, как и на полноценном компьютере. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и самое интересное это Media Player Kodi. Запускаем командную строку и там набираем sudo apt-get install kodi. Дожидаемся окончания установки, находим в программах и запускаем его. Это по сути комплекс программ. Через него можно загрузить TV-плееры, картинки, видео, фильмы, торрент, фильмы можно смотреть без загрузки на устройстве. Также можно открыть папку у себя на компьютере и через малинку в коде смотреть содержимое и воспроизводить по необходимости. В общем я сам еще во всем до конца не разобрался, да и выпуск о том, чтобы показать, что можно сделать с данным мини-компьютера. Если кто решился обзавестись и попользоваться, скажу сразу, тут есть много чего, с которым можно надолго уйти в мир малинки. Видел много других операционок под нее и буду продолжать экспериментировать. Процесс этот увлекательный и познавательный. Корпус еще не доехал, как и вентилятор, хотя температура тут с этими радиаторами, наверное, градусов 20-25, тепло не чувствуется. В общем, друзья, вещь очень интересная и я доволен покупкой, а с кэшбэк сервисами можно вернуть часть денег, ссылка на регистрацию есть в описании. Жду ваших комментариев, а в конечной заставке мои прошлые выпуски советую к просмотру. А на этом мой этот выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон»!